Актера Валерия Николаева, который накануне по решению суда был приговорен к 10 суткам ареста и скрылся из зала еще до оглашения, сегодня нашли сотрудники Первого канала. Николаев, как ни в чем не бывало, отправился в автосервис, чтобы, вероятно, договориться о ремонте своей машины, на которой за пару дней до этого устроил несколько аварий. Наш корреспондент Иван Прозоров оказался на месте событий и буквально по пятам следовал за актером, пока не приехала полиция. Вот его репортаж. Это эксклюзивные кадры. Вот уж поистине не ждали. Валерий Николаев с другом выезжает с парковки автосалона. Можно сказать, поймались по личным, но по реакции актера не скажешь, что он особенно расстроился. Скажите, пожалуйста, как вас выпустили? Кто вас выпустил? На 10 суток за арестовал вас, преснец, несут вас. Что вы здесь делаете? Что случилось с колесами? Что, простите? Иногда лучше жевать, чем говорить. Но знаменитый актер не останавливает фоток брани и, кажется, рассчитывает скрыться. Вот только на киношную погоню это совсем не похоже. На рваных колесах далеко не уедешь. И правда, далеко Николаев уезжать не намерен. Полтора километра и автомобиль сворачивает в шиномонтаж. Актер вальяжно располагается, как ни в чем не бывало. И на вопросы, почему вчера сбежал из здания суда, отвечает в одном стиле. Ты кто? Я журналист Первого канала, Иван Прозоров. Могу... Так вы что вообще из зала сюда все раскрылись? И почему вы не находитесь за арестом? Я откупился. Что? Откупился. Откупились? Да, 500 рублей, 50 рублей в день. Играть на камеру и сохранить лицо актер и не пытается. Бросает в съемочную группу окурками, угрожает, в общем, активно развеивает образ, некогда любимый миллионами. А это сам автомобиль, который принадлежит Валерию Николаеву. В какую передрягу он попал, сложно догадаться. Все четыре колеса пробиты. Именно так машина проехала два километра от автосервиса до шиномонтажа. Заднее стекло выбито. В салоне бардак. Бамперы подтерты, как будто было ДТП с другим автомобилем. Машину Валерий Николаев бросил заведенной и скрылся от нас в помещении автомойки. По неподтвержденным пока данным, Валерий Николаев вчера скрылся из здания суда из-за халатности сотрудников полиции. Актер покинул заседание еще до того, как судья озвучил решение. Десять суток ареста. Но он должен-то здесь у вас находиться? Он же сюда сбежал. Он прямо сюда сбежал? Конечно. А до этого Николаева сутки ловили в Москве. Полицейские полагают, что он сбил женщину в центре столицы и скрылся с места ДТП. Когда машину Николаева обнаружили на Никитском бульваре, он попытался скрыться, протаранил несколько автомобилей, задев полицейского. Остановить его удалось только шипованной лентой. И даже тогда Николаев отказался выйти. Полицейские применили силу. Помещение автомойки актер не покидал около часа, пока не приехали полицейские. Они около 15 минут беседовали с Николаевым, затем усадили в машины и повезли в отделение. Сам актер свою вину накануне отрицал. Непонятно, правда, как он будет объяснять эпизод с побегом из здания суда. В любом случае, автору сценария этого плохого кино и его же главному антигерою Валерию Николаеву может грозить до 10 лет тюрьмы за неповиновение сотрудникам полиции и за насилие в отношении представителей власти. Иван Прозоров, Олег Крупен, Валерий Жечкин, Клим Санаткин, Лариса Никитина, Первый канал. Подробный репортаж о сегодняшних похождениях Валерия Николаева и кадры, которые не вошли в этот материал, смотрите в программе «Время». Продолжение следует...